Продолжение следует... Если вы богатый человек, конечно, купите себе американские программы BibleWorks или Lebronix. Эти программы совершенно шикарны. В них доступны модули к разного рода англоязычным лексиконам, к разного рода словарным статьям. Там масса разных переводов и, конечно же, оригинальный текст Священного Писания в разных модификациях с критическим аппаратом и так далее. Но эти программы библейские доступны вам только если у вас есть деньги. По-моему, начинается стоимость этих программ от 400 долларов. И только если вы владеете английским языком. К сожалению, русских оболочек или русских версий этих программ пока не существует. Может быть, подрастет поколение русских библеистов, которые сможет перевести эти программы на русский язык. Но пока этого не произошло. Итак, возьмите подстрочник. Можете взять оригинальный текст Священного Писания. Я вам рекомендую пользоваться изданием Объединенных Библейских Обществ. Так называемым изданием UBS. Или изданием Нистлеа Алленда. Что, собственно, почти одно и то же. Мне больше нравится критический аппарат, который помещен в издании UBS. Издание Нового Завета на греческом языке. У меня четвертое издание. Это на сегодняшний день последнее издание Объединенных Библейских Обществ. Может быть, скоро выйдет пятое. А может и не выйдет. Ну и так далее. Конечно, все вступления, все вступительные статьи здесь по-английски. И критический аппарат весь на английском языке. Но вам это поможет при чтении текста. Почему? Потому что здесь дается список разночтений. Внизу, под оригинальным греческим текстом. Каждому стиху соответствует какое-то разночтение. И обратите внимание, здесь стоит индекс вероятности. Если стоит буковка А, то это означает, что почти со стопроцентной вероятностью мы уверены, что в оригинальном тексте вот такой вариант. Здесь после варианта предложен список тех кодексов, папирусов, пергаментов и так далее. Тех, в общем, текстов, в которых этот вариант встречается. Дан альтернативный вариант разночтения. И ниже перечислен список рукописей, в которых встречается данное разночтение. Индекс вероятности B, B. Свидетельствует о том, что процентов на 80, мы уверены, что вот такой вариант стоит в оригинальном тексте. Индекс вероятности C, C, латинское, говорит, что примерно 50 на 50. И очень редко, крайне редко, почти совсем не встречается индекс вероятности D, который говорит о том, что современные библеисты здесь бессильны. Мы просто не знаем, какой вариант, скорее всего, стоял в оригинальном тексте. Таких индексов крайне мало. По-моему, он чисто такой гипотетический индекс. В основном встречается B или C. Ну, C гораздо реже. Ну, и также очень много индексов вероятности A. Например, вот. Но надо вам сказать, что все эти разночтения в тексте Нового Завета на самом деле не влияют на смысл текста Священного Писания. То есть, эти разночтения не информативны в том плане, что они не искажают ни один из постулатов доктрин. В основном, эти разночтения касаются банальных ошибок переписчиков. Ну, бывает так. Переписчик писал-писал, взгляд его неожиданно упал на соседнюю строчку. Он переписал слово из соседней строчки. Ну, так бывало. Что касается синодального текста. Прямо сейчас мы будем разбирать послание Иуды. И там тоже есть некоторые текстологические трудности. Синодальный перевод передает смысл греческого текста не вполне корректно. Почему? Не потому, что квалификация переводчиков была какая-нибудь такая низкая. Нет. Синодальный перевод был сделан переводчиками высокой квалификации. Проблема была в том, что им был недоступен целый корпус текстов, который доступен современным библеистам. Перевод делался в России в середине 19 века. И западный корпус текстов был практически недоступен нашим славянским переводчикам. Причины тому были и политические, да и чисто коммуникационные. Интернета не было. Не было фотокопий этих, так сказать, текстов. А ознакомиться с ними не было возможности. Не было возможности ездить по миру, особенно по западному миру, и сравнивать копии, имеющиеся там. Но так или иначе, вот эти текстологические проблемы устраняются в современных переводах. В частности, у епископа Кассиана, хотя и то не все. Поэтому лучше всего обращаться к подстрочнику. Там вы увидите всю информацию. Ну что ж, вот такое вступительное слово о переводах я сделал. Приготовьтесь к изучению послания Иуды в наших с вами лекторских таких целях, дидактических целях, учебных целях. Прочитайте это послание целиком, как я уже советовал. Проведите все послание через процесс толкования. Разбейте его на абзацы. Истолкуйте каждый абзац. Сделайте применение. И нарисуйте синтаксические схемы. А в нашем учебном процессе мы начнем составлять уже гомиелитический план. Начнем с построения синтаксической схемы, как промежуточного звена, между процессом толкования и процессом составления проповеди. И дальше составим планы проповедей, включающие в себя посылку, вопросительное предложение, переходное предложение, пункты и подпункты плана. А уж мясом эти скелеты обращивать будете вы самостоятельно. Итак, желаю вам удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok